что такое бизнес по крымски в типичном случае увидеть перспективы российского дикого запада некий инвестор решает основать например компанию на пустом месте там его любят и привечают ведь иностранцев в крыму немного они боятся попасть под санкции но все это до поры до времени ну вот например частный зоопарк тайган долго был таким открыточным брендом потому что хозяин олег зубков который сначала так поддержал крымскую весну а теперь вот в оппозиции крымским властям уличает их коррупции александр стефанишин призванный новыми властями крыма строить с нуля расчетной системы ведь после присоединения полуострова все денежные транзакции были парализованы теперь убежал в чикаго лилии епарова о том кто выгнал стартапера из крыма в америке меня все устраивает вот нету никаких межрасов предрассудков у людей молодой айтишник александр стефанишин в штатах всего три месяца он много гуляет удивляется маффиным размером с кулак и шоколадной крошки с голубиное яйцо самое главное его новым знакомым не нужны подробности отъезд был срочным на стефанишина завели уголовное дело дома остался русский пейзаж съеденный землей асфальт и человек в спортивном костюме которые уверенно заходят в твои распахнутые ворота чтобы забрать твой инновационный бизнес эта история про российская жкх закрутилась в крыму александр стефанишин разработал систему онлайн платежей безопасную как телеграм зимой 2014 года русскому paypal дали карт-бланш в севастополе украинские банки уходили российские не смели зайти из-за санкций крымчане не платили никому и ничего расчетный центр городская касса заработал к лету чтобы не распугать крымских пенсионеров уникальный софт спрятался в каждом подъезде мазанки и продуктовом ларьке создали банду вместе с бухгалтером городских касс вагнаде с кривошеевым ограбили пенсионеров закрыли бизнес это сам сына громкая блондинка сияющий под севастопольским ветром головой это мать стефанишина она опустит кулаки только когда из ворот появится враг пенсионер вячеслав кривошеин президент местной федерации самбо и дзюдо который попросил стефанишина цитата по хорошему передать им программное обеспечение знакомьтесь кривошеин вячеслав николаевич престарелый фраер разрушает русский инновационный бизнес кажется что пересматриваешь левиафана пока не замечаешь нового персонажа на заднем плане появляется мужчина с металлическим брусом в руке и это человек не кривошеина а стефанишина а вот я смотрю на заднем плане там человек вроде бы с какой-то арматуре на его да это вот муж моей сестры вот видите отсюда начинается версия севастопольских властей вячеслав кривошеин близок к обоим местным губернатором аксёнову и меняйло и единственные деньги которые ему были интересны это деньги крымских пенсионеров которых обманули на 18 миллионов рублей выйдет пенсионерах оплопошили всего городские кассы должны были стать подробностью крымского коммунального рая проект был рассчитан на малоимущих система не брала комиссию ни за какие расчеты казалось что александру стефанишину никто и никогда не будет должен и атишник накинул на город платежную сеть вот господин стефанишина на 100 рублей покупали ветераном цветы а на десятки тысяч воровали получалось что кассы работают бесплатно то ли гениальный софт то ли финансовая пирамида даже когда по городу пошли слухи что платежи никуда не доходят севастопольцы продолжали кидать деньги прямиком в эту кроличь нору мошенник натуральный мошенник и мошенник за большой буквы тем более не где-то я понимаю что где-то в россии но когда только-только восстановилась исторически справедливости севастополь перешел допустим ну как как это правильно в лоно россии когда-то вячеслав кривошейн приходил к стефанишином весь в черном жизни он превращается в человека с одним пиджаком и старым портфелем но и этот образ то и дело мерцает стефанишин рассказывает что хищение в его кассах случились не при нем а уже при новых хозяев когда в середине октября мне начали звонить коммунальные службы говорить о том что мы не рассчитывали по долгам я им пояснил о том что кассы мне больше не принадлежат к криминально спортивному прошлому в крыму относятся снисходительно тем более что 90-е происходили все таки в другой стране его кличка в криминальном секторе славян она идет еще с 90-х годов когда крымом управляли группировка башмаков стефанишин уверен что кривошейн все еще пользуется своей кличкой а на этом видео происходит гораздо больше чем рассказывает спортсмен еще и это самое еще он мне наватать кишки эти наватать кишки в штатах александр стефанишин разрабатывает мобильное приложение начинающий чикагский стартапер хотя судя по спарку он разработчик без репутации до крыма он торговал солью а не технологиями 2008 вернулся из грузии с ранением от схинвала у него осталось ветеранского удостоверения подразделения вымпел источник в крыму говорит что стефанишин до сих пор иногда представляется фсбшником новое лицо российского айти марк цукерберг трясущий корочкой для продвижения своих разработок